Друзья, приветствую вас, вы смотрите канал Политека, спасибо вам за вашу поддержку и за то, что вы вместе с нами. Не забывайте этому видео поставить лайк, подписаться на наш канал, если этого еще не сделали, и написать вопрос, либо же комментарий под этим видео, для нас это очень важно. Сегодня в нашей студии Вадим Карасев, Вадим Юрьевич, мое приветствие. И вас приветствую, и всех, кто нас смотрит. И собирается ставить лайки, дизлайки. Полностью поддерживаю, и конечно же... И комментарии, писать комментарии. Я, кажется, украинскую пренагидну вас витаю, с новым роком, с новым крестом. Якую, пренагидно якую. Как в конце года и в начале года ставят какие-то пленые планы, прогнозы, и, наверное, начнем с такой общей темы, общего вопроса. Ваш прогноз на 2023 год, мир, война, перемирие, каким вы его видите? Ну, первые полугодия, или буквально там 3-4 месяца, это активные боевые действия, наступление одной и другой стороны. Так, наступление, контрнаступление. А в принципе, в 2023 году, думаю, война свернется. Не знаю, можно ли будет назвать это миром. Потому что, может быть, холодная война – это тоже мир. Так, а если учитывать то, что мир вступил в состояние такой длительной, новой холодной войны, второй холодной войны, я часто называю, то, наверное, неуместно говорить о том, что будет полноценный мир, так? Но то, что будет какое-то перемирие, перевод войны, активной, военной фазы войны, так, более какое-то гибридное, холодное, смешанное, так, где учитываются или используются разные инструменты холодно-военных действий, дипломатические, культурные, идеологические, пропагандистские, борьба или война нарративов и так далее, то это будет продолжаться, конечно, не один год. Потому что борьба же идет не только за Украину, против Украины, если говорить о России, а идет за то, какой будет новый мировой порядок. Сохранится ли глобальная иерархия, которая была установлена после конца Холодной войны, в которой Запад, по крайней мере, он так считает, вышел победителем, политический Запад, прежде всего, Атлантический Запад, либо какой-то другой будет глобальный мировой порядок. Вот за это идет, скажем так, сегодня основное. Поэтому война в Украине, она локальная, вот с этой точки зрения. И для американцев она локальная, для китайцев она локальная, для Европы она в какой-то семени тоже локальная, хотя под боком у них. Для нас она, конечно, не локальная, ни в коем случае, ни в коей мере, а наоборот, такая патриотическая, народная, справедливая война, потому что она идет на нашей территории, надо освобождать территорию. Но, учитывая то, что речь идет о локальной, с точки зрения глобального охвата войне, в контексте большой глобальной войны, то понятно, что активные военные действия, они будут сочетаться с перемирием, с затишьями, урегулированиями, временными, может быть. Ну, смотрите, пример такой, в 20-м году, после 30 лет в затишьях, армянско-азербайджанская война, на Нагорный Карабах, так? Когда она закончилась, ну, как бы активные боевые действия закончились, ну, к концу 20-го года, начало 21-го года. А процесс урегулирования-то происходит, да, там вспышки разные, локальные, так, стычки военнослужащих, так, проблема там Лачинского коридора, вот опять возникла, так, для азербайджанцев, так, ну, в общем, спокойствия нет, мира нет. Есть мир, но он неспокойный, он тревожный, он небезопасный мир. Потому что проблема безопасности, она сохраняется в мире, и, точнее, небезопасности, угроз, тревог, рисков, так далее. Так что, ну, можно еще привести пример, там, Первая мировая война, вот она окончилась Версальским договором, или Парижским конференцией мирной, в 1919 году. Но итоги уже окончательно были подведены на Лозаннской конференции, Лозаннским договором, в 1923 году. Четыре года шло урегулирование. Разные дипломатические решались вопросы, не только связанные, там, с капитуляцией, например, Германии, так, а и ситуация на фронтах гражданской войны в Российской империи, так, бывшей Российской империи. Дальше, проблема Греции, Турции, так, проблема связана с австрийским, с лесом, потому что австрийская, австро-венгерская империя пала, ее делили, очень интересно. Так, как делили? Как говорил, по-моему, Клемансо, да, французский лидер. Это Венгрия, это Сербия, это Хорватия, это, там, Румыния, а все остальное Австрия. И вот так вот большая империя австро-венгерская съежилась до маленькой Австрии, которой сейчас 9 миллионов человек. Вот так делили. Это же долго было, там, Трианонский договор, 1922 года, согласно которой Венгрия, была лишена многих своих территорий, они до сих пор, скажем, больны вот этой ностальгией, по поводу утраты своих территорий. Часть Трансильвания в Румынии, Закарпатия, это же Венгерская территория. Поэтому вот эта вся история, нынешняя, она тоже, как бы, имеет вот эти исторические корни. Поэтому, в принципе, если коротко, большой войны не будет, раз. Боевые действия, активные боевые действия, закончатся к маю, май и июнь, два. А затем война перейдет в вялотекущую такую фазу, стадию конфликта, как говорят в нынешней терминологии, вот, характеризуя малые войны, которые идут, и конфликты, которые идут по всему миру. И же много конфликтов. Конфликты низкой и средней интенсивности. Ну и параллельно будут запускаться разного рода дипломатические форматы, урегулирование, там, перемирия и так далее. Но каким-то большим договором пока, как бы, о мире, 23-й год не закончится. На это работают два фактора. Первый фактор работает то, что активно, постоянно наступать, это должен работать мощный военно-промышленный комплекс. Россия не вытянет, и Запад тоже не вытянет. Хотя, казалось бы, политический Запад, это и НАТО, и США, военно-промышленные комплексы достаточно высокие. Но вот только, учитывая роль артиллерии, вот посмотреть, значит, за 10 месяцев этого года, ну, начиная с февраля, и вот заканчивая, 22-м годом, было использовано примерно 7 миллионов снарядов разного рода калибров, миллиметровых. От 100 до 155. Ну, 100, начиная, там, минометы, так такие, скажем, уже помощнее. И пушки, артиллерия 152-й калибр, 153-й калибр Советский, и 155-й НАТОвский калибр. 7 миллионов. А кто запасы такие держал? Что, готовились к артиллерийской войне? Готовились к войне, которая напоминает Первую мировую войну окопную. Никто же не готовился. Потому что готовились к войнам новым, технологическим. ВКС, космос, разведка, цифра, удары высокоточным оружием, уничтожение инфраструктуры, бомбардировки с воздуха. Так называемая бестелесная война, или бесконтактная война, чтобы меньше всего было жертв. Так, быстрый поход, все. Это такие в режиме спецопераций. Или гуманитарных вмешательств, или гуманитарных операций, или операции по принуждению к миру, или операции по вмешательству в те или иные конфликтные горячие точки, для того, чтобы этот конфликт не разрастался на мировой порядок. Поэтому надо вмешаться, привести всех в порядку, и ситуацию успокоить, устаканить, застабилизировать и так далее. Поэтому не было снарядов. Поэтому сейчас, вот допустим, расход. В день идет, вот сейчас, снижена интенсивность снарядной войны, или артиллерийской войны. 20 тысяч, а раньше 60 тысяч. В лучшие времена, ну, в лучшие дни. В день 60 тысяч расход снарядов. Разного рода калибров, от 100 и 155. Ну, с двух сторон. Сейчас 20 тысяч. Пока произойдет переналадка на новые рельсы военно-промышленного комплекса. Ну, не так просто. Не так просто. Отсюда, кстати говоря, ну, так, чтобы эту тему тоже, как бы, закрыть, потом не возвращаться. Говорят о мобилизации. Вот надо новую мобилизацию, там, вот будет новая мобилизация в России. Кто-то говорит, и в Украине нужно. А чем они воевать будут? Если нет техники, нет танков, нет артиллерийских орудий достаточно, снарядов нет. Орудия могут быть, а снарядов быть не может. Поэтому это все, скажем так, либо от незнания, либо провоцирования, неспокойствия и конфликтности в обществе, потому что не все хотят идти воевать. Так, например, тоже Россия. Создавать внутренне напряженность, создавать, расшатывать устои политического режима. Ну, если с этой точки зрения, то логично. Но если с точки зрения чисто военной, чисто военной, боевой, так, военно-технической, то сейчас мобилизация, скажем так, не нужна ни нам, потому что у нас активных 330 тысяч примерно. Активных, воюющих, активных. Так? А и не нужна им. Почему? Где их держать? Будут держать возле Макеевки, да там, где в Макеевке ПТУ, чтобы хаммерсами их там всех, как бы, перешматовало, или как. Это же, это что же, почему так? Потому что они не знают, куда их пристегнуть, этих мобилизованных. И где их разместить нормально, чтобы, как бы, разведка не выявила их. Хотя, не помню, сегодня, по-моему, пресса, какая-то западная написала, что украинские военные используют мобильные телефоны, но через Старлинка. Их очень трудно запилинговать. А у россиян нет такого. Их обычная сотовая связь. Поэтому она хорошо, ну, пилингуется относительно легко. Ну, вот такая, как бы, вещь. И поэтому, я бы добавил сюда, помимо военно-технических ограничений, так, вот, на то, что бы дать прогноз большой войны на весь 23-й год. Политические ограничения. Первое. Выборы в 24-м году. В Штатах, в России, в Украине. Президентские выборы. В Украине, кстати, выборы по календарю в октябре. Парламент 23-го года. Так? Поэтому к выборам надо уже что-то либо предоставить победу, либо предоставить дипломатическую победу. То есть, мир. Я принес вам мир и так далее. Кстати, вот сегодня информация прошла про активность Эрдогана, который там все пытается урегулировать. У него тоже выборы. Даже в 23-м году у него выборы. В июле месяце, по-моему. Он тоже хочет миротворцем быть для того, чтобы воспринимали как дипломатическую победу Турции, как посредника в большом конфликте. Кстати, к вашим словам, уже появлялась информация, что Эрдоган заявил, что допускает возможность переноса президентских выборов Турции с июня на более ранний срок. Ну вот не верит, что перемирие может быть или окончание войны до лета 23-го года. У него оппозиция там достаточно серьезная. Так, мэр Стамбула и Мамаглы, по-моему, могло ошибиться, который там недавно осужден за какие-то высказывания. Расчищает поляну Эрдоган. Почему? Потому что эта оппозиция у него прозападная. Она там так либеральная западная оппозиция. А если поменяется власть, кстати, в экономике там не очень хорошие дела. Там депрессия большая. Большая. То это поменяет расклады вообще на Кавказе, в Черноморско-Кавказском регионе. Вообще, если Турция опять станет, ну скажем, лояльна, не как бы сказать это все, перестанет играть вот эту свою особую самостоятельность, так, в рамках НАТО. Ей позволяется, потому что позволяла и позволяла Эрдогану, потому что, ну, Турция, вторая армия в НАТО, так, по боеспособности. Во-вторых, она, ну скажем так, форпост. То есть НАТО, Ближний Восток туда, ну, Кавказ, вот там, где Сирия, Иран тоже важный, ну, как бы не сказал бы, что сдерживание Ирана, но это важный фактор, так, Турция в НАТО рядом. И, ну, исторические, скажем так, противоречия между турками и Ираном. Поэтому это интересная, как бы, история, вот, вот если говорить о том, что готовятся к президентским выморам. А вот американцам как? Вот сейчас мы знаем, Байден где-то в своей резиденции, с советниками, они решают, должны решить, баллотироваться на второй срок или нет. А если баллотироваться, то с чем идти? Вот сейчас американцам, вот им, как раз вот эта ситуация, она им достаточно, скажем, комфортная. От чего? Они Россию ослабили, не дали ей взять Украину. Дальше Россия увязла в Украине, увязла, так? Дальше, третий, экономическое санкционное ослабление. Вот чтобы мне там не говорили, мы видим, цена на газ падает, цена на нефть падает, понимаете? Это значит, надо сокращать добычу для того, чтобы цены вышли на это, на более приемлемый уровень. И в НАТО вступили Финляндия и Швеция, а это важный посыл на Арктику. Это государство приарктическое. Борьба за Арктику, она через 10 лет, она уже сейчас идет, но она скрытая, так? Вот, взяли, консолидировали западные страны. Энергетику, энергетические потоки полностью переориентировали, почти полностью переориентировали на США. Где сейчас жиженый газ покупают европейцы? Американцы. Американцы стали. Но по завершенной цене. Да, они экспортируют. Дальше. Предприятия уходят из Европы и перемещаются, значит, инвестиции, технологии в США. Поэтому США сейчас, они выиграли вот из этой фазы, вот сегодняшней, они выиграли. Стоит ли им и рисковать большой войной для того, чтобы сорваться в непрогнозируемую, неуправляемую, неконтролированную эскалацию войны с перспективой получить третью ядерную войну, где полностью можно все проиграть? Может быть, надо работать в ситуации, скажем так, стратегии не максим-максимальной, а мини-максимальной. Мини-максимальной. Мини-максимальной, да. Вот на этом. Взять и все. А дальше уже, как бы, работать другими формами. Форма холодной войны или холодного сдерживания. Создание безопасности на Европейском континенте. Не о сдерживании России. Сдерживание 2.0. Как когда-то автор Кеннон, бывший посол США в Советском Союзе в 45-м году или в 47-м году. Вот эту большую, так называемая, большая телеграмма к американскому руководству, президенту Трумену по поводу стратегии и доктрины сдерживания Советского Союза в годы холодной войны. А вот сейчас сдерживание. Новое сдерживание России. Не победа над ней, а сдерживание. Так, ослабление и сдерживание. Это выгодно, потому что Россия остается врагом. Вот если вы уничтожите, врага нет. А как европейцев держать вот в этом состоянии консолидированном? НАТО держать в состоянии кондиции военно-политической, военно-стратегической, боевых. Как накачивать дальше? Милитаризацию проводить. Нам нужен враг. Для немцев и французов, или там поляков. Китай, ну так скажем. Потому что Китай далеко. Для американцев да, потому что это Тихоокеан. Это борьба за Тихоокеанский регион. За так называемую Инду-Пацифику. А в Европе? А в Европе для европейцев Китай так. А вот Россия, да. Если вы уничтожите, врага не будет. Современные войны, они заключаются не только, чтобы победить врага, а только чтобы и создать его. Холодная война – это создание врага. Конфликты в рамках холодной войны, или конфликты низкой и средней интенсивности, это не на уничтожение врага, а изменение врага, либо создание врага. И создание угроз. Понимаете, не уничтожение угроз, а создание приемлемых угроз. Для того, чтобы это состояние мобилизованности, состояние консолидованности, вот этой кондиционности, кондиционирования, скажем так, стратегического, военно-политического и так далее, сохранялось. Вот так только можно выигрывать большие войны за мировой порядок. Что такое порядок? Порядок, он же держится не только на, скажем так, принуждении, или не только на уничтожении, но и на страхе. А страх, когда возникает, когда есть угроза. А когда есть угроза, когда есть те, кто генерирует эту угрозу. Поэтому, нужно ли американцам, скажем так, полная победа Украины? Вот та победа, которая в Украине сейчас, так культивируется, культ победы. Так, поэтому освобождение Крыма и уничтожение России. Не знаю, скорее всего, нет. Нет, это не входит в их планы. В их планы входит создание новой системы безопасности и новой глобальной иерархии, или европейской иерархии, где Россия уже не будет занимать то место, которое она занимала до февраля 22-го года. До 24-го февраля 22-го года. Это к тому, что с чем идти Байдену на выборы. Значит, ему тоже надо будет либо принести большую победу, начиная с конца 23-го года, когда начнется праймерис, да или нет, но праймерис демократической партии, там республиканцев, а там уже, видите, вот не могут никак, 4-го, 4-го было голосование, большинство республиканцев в палате представителей, они не могут избрать спикера. Нету большинства консенсуса по поводу, республиканцев, большинства по поводу спикера палаты. Своего же республиканца. Значит, уже пошли внутренние, понимаете, уже пошла как бы внутренняя с прицелом на, не только на то, чтобы, кто будет занимать третье место в американской иерархии, потому что президент, вице-президент и глава палаты представителей, это третий человек. Потому что вице-президент, он глава Сената США, он председатель Сената. Так вот, с чем идти? Сейчас он идет с выигрышем. Украину не знали, Россию ослабили, Украина ориентируется полностью на Запад, является частью западного проекта. Да, помогать будем столько, сколько надо, надо помогать для, не для полной победы Украины, или не для тех целей военно-политических, которые ставит украинский руководство, а для сдерживания России, не допущения ее возрождения, как великой державы и так далее, и так далее. Поэтому вот есть фактор граничивший. Ну, я верю, и Путина, ну, может быть, там ситуация ему придется, если на выборы идти, ну, 24-го года, то, ну, посмотрим по ситуации, как бы, так? По возможностям. Украина, ну, у нас, если выборы будут, думаю, что все-таки они будут, так, и в 23-м, и в 24-м, тем более, президентские, тоже надо будет как-то, так? Какой-то дать промежуточный, либо полная победа, либо, ну, какой-то, скажем, тоже победа, но это тоже победа, только ее надо же по-разному, ну, понимаете, образов победы может быть несколько, но мы же существуем. Поражение, когда Украина уничтожена, вот это поражение, когда Украина есть, когда она существует, сохраняется, когда она отвоевывает территории, и даже если она не все территории отвоюет, к выборам, потому что можно территорию отвоевывать или деоккупировать, можно разными методами, можно в рамках активных боевых действий, наступления, например, большого, получится хорошо, но не получится ни трагедия, или в рамках дипломатической игры. Ну, это, как Будана говорил по поводу Крыма, военно-дипломатически. Военно-дипломатически, да, ну, там разные могут быть варианты, в рамках холодной войны, в рамках культурной войны, только для этого надо культурную политику тут поменять, а не пугать с носом памятника Пушкину. Понимаете, вы тогда Крым не получите. Да на что же это понимать? Ну, ладно, это так, на будущее. Так вот, образы победы разные могут быть. А у нас, к сожалению, сейчас это такое, как бы, ну, не то, что к сожалению, смотрю, что культ победы такой, что вот нужна победа. Плавающие понятия, скажем, да? Нет, ну, все считают, что это полный разгром России. Что, на мой взгляд, не революция. Может, я ошибаюсь, дай Бог, я ошибаюсь. Ну, полный разгром. Или вот недавно Вахарчук заявил о том, что до тех пор, пока не будет полной и окончательной победы над Россией, надо продолжать войну. Хорошо, а если это полная и окончательная победа, это как кантовский горизонт. Ты идешь-идешь, а горизонт дальше идет. Это что, вечная война? Ну, и с другой стороны, что он вкладывает в эти слова? Какое понятие? То есть, ну, ударить по Москве, разбить территорию, захватить? Нет, полное уничтожение. Что такое полное уничтожение? Ну, смотрите, Первая мировая война, думали, что Германию полностью уничтожили. Репарации, контрибуции, демилитаризованная территория, Рейнская область, санкции на Рур, Рурский бассейн, так это только реваншизм. Это ж такие условия несправедливого. Вот человек говорит, может, в этом справедливый мир? Или справедливость победы? Но для немцев это было несправедливо. Поэтому это подпитывало реваншистские силы, национал-социалистические силы, милитаристские силы. Отсюда и создавалось, что это связка, альянс прусского генералитета, который всегда, так сказать, был милитаризованный еще со времен Пруссии, когда не было объединенной Германии, а Пруссия была, скажем, отдельным немецким государством, и национал-социализмом, НСДПА, так партия называлась, национал-социалистическая рабочая партия, по-моему, так, Гитлера. И это создало вот режим нацистский, привело ко Второй мировой войне. Это справедливый мир? Нет. Так что такое справедливый мир? Вот это слово справедливость. Каждый себя вкладывает. Вот надо думать над тем, чтобы вот это, в чем заключается победа, образ победы, чтобы это не превращалось в символ веры или в культ такой победы. Потому что я вижу по тем, вот поздравлениям, которые шли так, и на уровне частном, и на уровне общественном, публичном, все считают, что, и правильно считают, что 23-й год должен быть годом победы. Люди устали от войны. Встали от войны. Значит, нужна победа. Но победа, первое, какой ценой? И, во-вторых, в чем смысл победы? Тоже. Дадут ли нам эту победу добыть, например, наши западные партнеры? Они дадут нам технику соответствующую? Дадут танки или самолеты? Например, так ставлю. И нужна им ли эта победа? Полное окончательное уничтожение России. И, во-вторых, нужно ли рассматривать победу, как, сейчас, мессианскую победу? Вот окончательную, полную. Знаете, мессийность такая. Вот, все. Так в революциях ставили победу. Большевики так ставили победу. Во всемирном масштабе. Так? Победа – это все. Полное уничтожение всего, что, скажем, уничтожение, а не принуждение, урегулирование, договорность какая-то. Это очень важно. Почему? Потому что фактически у нас сегодня вот между властью и обществом неписанный, неформальный такой договор о победе. Мы должны победить. Вот власть поддерживает в этом. И все. И когда мы начинаем, вот кто-то начинает говорить, что победа, возможно, только тогда, когда будет полностью уничтожена враг, так будет полностью. А для этого надо воевать и дальше, и дальше, потому что мы никогда не получим мир. Если мы не уничтожим врага, у нас никогда не будет мира. Вот так ставится вопрос. Ну, допустим, у того же Вакарчука. То, первое, а если такой победы не будет, как тогда? Не будет ли тогда распадаться этот договор? Мы же по-другому договаривались. Вы нам обещали. Как тогда власти действовать? В таких, в таком, при таком уровне ожиданий в обществе. Значит, надо уметь работать с ожиданиями. Инструментально, более реалистично работать с общественным сознанием. И не превращать это в символ веры. В слепой символ веры. А говорить об этом трезво. Вот о чем говорят, кстати, генералы. Вот генерал Сырский вчера, по-моему, сказал, что надо готовиться, потому что враг серьезный. До этого они с Залужным в интервью журналу «Экономист» обрели. Враг серьезный, не надо недооценивать. Дальше. Я хотел Залужного вспомнить. Помните его слова, когда он говорил, что я, зная россиян, зная русский народ, что даже если будет какой-то опленный период перемирия, то есть нам за это время необходимо подготовиться к следующему этапу. Совершенно верно. Да. Ну, может быть, так и придется. А по-другому не получится. Надо будет восстановить свой военно-промышленный комплекс. или в кооперации с европейским военно-промышленным комплексом. Но, опять же, мы тогда приходим к нескончаемой войне, до коля, как говорится, Российская Федерация не будет уничтожена, потому что вся история будет повторяться и повторяться. Нет. До тех пор, пока у них, скажем так, не уйдут вот эти имперские амбиции, например. Или до тех пор, пока они поймут, что Украину им не по зубам. Что же может быть? Пока не поменяется власть на менее реваншистскую, менее, скажем так, имперскую и тому подобное. Ну, да что же как бы? Понимаете, это же, когда просто соотношение сил будет таким, согласно тому соотношению сил, они поймут, что это бесполезно. Вот и все. Поэтому надо просто сильнее быть. Понятно, что это так называемый воинственный мир. Это же не то, что мир как полный, скажем так, все, никаких приготовлений. Мир – это передышка на укрепление обороноспособности. В этом еще раз говорю, полной победы вот в том смысле, что все, все будут уничтожены враги. И нам можно расслабиться, можно расслабиться, наконец-то пожить в мире. Я не говорю, что это цена победы, жертв и так далее. Можно музыкантам-то много говорить, даже хорошим музыкантам, о том, что до тех пор, пока не победим, нам придется воевать. Воевать же по-разному можно. Мы готовы воевать. Силы у нас есть на длительную, интенсивную, тотальную войну на 4-5 лет. Тотальная война. Это же мышление, когда полная победа, как, например, победа антигитлеровской коалиции Советского Союза над Гитлером во Второй мировой войне. Так это же тотальная война. Таких войн уже нет. И на такие войны, извините, другие ресурсы надо совсем другие. И такие войны были не в условиях потребительского общества. Это было другие, мобилизованные общества. И вообще, тотальная война сложная вещь, потому что, когда вы берете тотальную войну, вы, кстати, рискуете тем, что вы государство, скажем так, тоже подвергаете рискам. Потому что враг тоже может пойти на тотальную войну. Тотальная война чем закончилась? Вторая мировая война. Сколько, напомните, было погибших? 50 миллионов. Только в Советском Союзе 27 миллионов. 9 миллионов военных в Германии. Это я гражданская не считаю, военных погиб. По-моему, 9 миллионов. Поэтому играть в образовании победы и превращать победу в такой мессианский какой-то, так сказать, лозунг последних времен или конца времен. Нет. Да, это будут промежуточные состояния. Перемирие, выборы, политический процесс, экономика, оживление экономики. Но главное, война будет переведена или может перевестись. Вот такой режим холодной, гибридной войны. Ну, как была, на сдерживание, например, тоже России. На нео-сдерживание 2. Вот вам есть и холодная война. И дальше, если говорить о глобальном, это будет, там сказать, главный приоритет это сдерживание Китая для США. Для европейцев сдерживание России. Как получить гарантии безопасности? Ну, это и дипломатия тоже. Кто сказал, что война или военным путем только обеспечится безопасно? А для чего дипломатия? Для чего тогда Министерство иностранных идет? Для чего послы? Чтобы только войну вести? Нет. Тут же, вот этот еще фактор очень важный. потому что дипломатические усилия никто не никогда не вытягивал или вытаскивал из большой стратегии. И часто, когда необходимо было получить преимущество в военном деле или в военном отношении, в военно-политическом отношении, дипломатия играла роль. А еще один момент. А что надо? Вот в чем для нас главная задача? Победа или безопасность? Победить врага или обеспечить себе лучшие условия безопасности для мирной, созидательной, процветающей жизни? То есть, правильно я понимаю, что победа не гарантирует безопасность? Совершенно верно. Ну вот победа в Первой мировой войне французам гарантировала безопасность или нет? За буквально там за две недели рухнул фронт. Обошли линию Мажино через Бельгию, немецкие войска. И был оккупирован Париж. Вот вам и все. И если бы не Вторая мировая война, не если бы не Советский Союз, не антигитлеровская королиция, Франция до сих пор бы осталась. Если бы немцы выиграли, ну Гитлер выиграл бы, но Франция бы давно уже была. А не Меччина, как говорится. Вот вам уроки такие. Поэтому никогда окончательных побед не бывает. Вот. Вы уничтожили, что-то другое будет. Враг. Надо всегда уметь сдерживать врага. Работать на опережение. Причем разными методами, способами. Культурными, идеологическими, дипломатическими, в том числе и военными, конечно. Военно-техническими и так далее. Вот. Но главное для страны это безопасность. Безопасные условия существования. Вот в этом, в этом, кстати говоря, и современная военно-политическая мысль, военная идеология, она делает ставку не на войну, она делает ставку на безопасность. Поэтому американцы, посмотрите, новая ее стратегия обороны в рамках стратегии национальной безопасности, публикованная в ноябре 22-го года. О чем там? Первое, сдерживание. Главный соперник, Китай, самый острый, самая острая угроза это Россия. И главное, управлять рисками эскалации. Не допускать неуправляемую эскалацию. Потому что главный приоритет это безопасность. И, третий, и главный приоритет это безопасность чего, кого, не просто США, а ради, безопасность, ради сохранения глобального, либерального миропорядка. Или как в терминологии политического Запада, мира основана на правилах. Вот и все. Не уничтожение, а сдерживание. Так что надо, ну, кажется, в этих публицистических, скажем так, или обыденных уже, как бы, переведенных на обыденный язык, простых эмоциональных реакциях, я понимаю, допустим, Бакарчука, это эмоциональная реакция. Эмоция музыканта. Но не надо им придавать политического значения, во-первых. Поменьше делать такого рода заявления, не разобравших сути дела. А в конце концов, если ты хочешь, чтобы заниматься политикой, ну, должны быть советники, которые этому, скажем так, начинающему политику расскажут. А не пиарщики, для которых важно, чтобы прозвучало хайпово, чтобы это фух, круто прозвучало. Какой круто, и в Фейсбуке там поднялась бы хайповая волна. Как круто. Ну, хватит уже для этой хайповой крутизны. Мы во многом, это тоже во многом результат. Вот то, что сегодня, во многом результат вот этого некритического, исключительно эмоционального, такого подросткового отношения к серьезным проблемам войны и мира. подростковость, пора взрослеть, пора становиться зрелыми. Я говорю, и нации, и обществу, и властям, и обществу, конечно. Поскольку часто вот здесь эмоция возникает, она бурлит, а политики, вместо того, чтобы эту эмоцию корректировать рациональным, прагматичным подходом, потому что на кону жизнь страны, экономика, жизнь людей, будущее ее, начиная только, скажем так, плестись в хвосте вот этой эмоциональной реакции, так называемый хвостизм, элит. Не проведники, не ведущие, а хвостисты, в хвосте вот этих эмоциональных реакций, потому что боится, что кто-то там в фейсбуке какой-нибудь напишет какой-нибудь пост плохой, или какое-нибудь видео напишет с ругательствами. Так что ситуация на 23-й год, она выглядит примерно вот так. Я считаю, что в 23-м году все, война, войну, большую войну, такую по модели Первой мировой войны, по модели Второй мировой войны, длилась четыре года, никто не готов, не хотят. И будут стремиться к тому, чтобы эта война в 23-м году она закончилась. С другой стороны, есть информация, Путин готовит россиян к долгой войне и отходит от концепции о том, что жизнь идет своим чередом, анализирует об этом газета New York Times. Кремль стремится подготовить военных и гражданских к длительным боям. Об этом свидетельствуют последние заявления Путина, а также необычайно быстрое признание российской властью потерь в Макеевке. Ну и параллельно тут высказался генсек НАТО Столтенберг, он говорит, у нас нет никаких признаков того, что президент Путин изменил свои планы и цели на Украине, поэтому опасно недооценивать Россию. Не, ну, цели и планы не изменил, поэтому будет наступление, так, будет наступление и эти цели и планы же не могут быть ни один год, но это не значит, что будут действия, а силы где? А во-вторых, они не готовы на тотальную войну. Никто сегодня, в мире сегодня никто не готов на тотальную войну для того, чтобы общество воевали. Знаете, что такое тотальная война? Это соединение государства и общества в войне. Это армия, общество и государство. Единое целое. Такие войны были в 20-м столетии, Первая и Вторая мировая война. Армии, это были подобие фабрик, скучение людей, так, что такое, на фабриках, заводы, конвейерные. И такие же армии, большие, строились. Так? Это вот сейчас, вот это так, то, что мы наблюдаем на фронте, на линии фронта на Донбассе. Это исключительно вынужденный шаг. Потому что собирались-то специальную военную операцию делать, операция по вмешательству в Украину. завершилась ничем. Но это не значит, что они хотят, они хотят эту большую тотальную войну. Потому что общество не примет это. Люди не хотят воевать. Если своя территория, то это да. Защита своей территории, это да. Общества другие сегодня. Это их надо вернуть на 100 лет назад. Вернуть экономику на 100 лет назад. Вот эти крупные фабричные эти. Вернуть военное дело на 100 лет назад. А уже есть революция в военном деле. Это бесконтактные, бестелесные войны. Это воздушные войны. Это разведка. Это киберразведка. Поэтому вот это в 1922 году так получилось, когда мы сдержали первое так вот это точнее не дали осуществиться специальной военной операции, когда была асимметрия возможностей в пользу России с помощью Рамштайна эту симметрию выправили оборонительную прежде всего оборонительную. Это с чего? Артиллерия в основном. Артиллерия. Только артиллерийские в основном шли сюда. ПВО потом пошло. И вот это превратилось в подобие такое. Первой мировой войны, окопной войны. Но никто не хочет в грязи больше воевать. Все, оно закончилось. Теперь почему все сейчас наступление хотят? Потому что второй год в такой войне никто не выдержит. В окопах опять. Чтобы брать Бахмут полгода брать. Ну, Будана уже анонсировал большое наступление Украины. Правильно, поэтому все будут сейчас наступление. Уже хотят перейти от Первой мировой войны ко Второй мировой войне. Потому что Первая мировая война была окопная, позиционная, стационарная. В грязи сидели годами. Ну, почитайте там «Мария Ремарк» или кинофильмы соответствующие, или другие. Так, ну, «Ремарк» на Западном фронте без перемен, там еще. Все, никто не будет в 21-м столетии, никто не будет вот еще на один год продолжить вот эту окопную войну. Я говорю, уже снарядов не хватит. Потому что наступать, как воевать, если не наступать? Ну, только снарядами бить. И потом пытаться там взять какой-то пятачок. Да, какую-то там, скажем, какую-то высоту небольшую. А Вторая мировая война, это уже война маневренная. Это уже танки, самолеты, это наступление, это Блицкриги. Наступление это Блицкриг. Там, удары. Ударные группировки и удары, которые там меняют стратегическую картину на поле боя. Точнее, так, оперативную картину на поле боя. А смотрите, даже война за год стратегически ничего не поменялось по большому счету. Театр военных действий как застыл, так и фактически стоит. Да, там что-то бодается ЧВК туда, сюда. Вот. А больших же прорывов, успехов нет. Они вот Россия там зацепили за то, что они еще смогли в первые дни захватить, так, на внезапности, на неожиданности. Вот. Мы сумели в Харькове, ну, под Харьковом, так, пока еще не было мобилизации, пока они в тупике, не знали, что делать вообще с этим счастьем. Ну, понятно было, летом не знали, что делать. СВО, продолжать СВО, или мобилизацию, или войну. Вот мы это использовали время. Вломились, освободили. У них, по-моему, только 1% Харьковской области оккупированного остался. Так, все остальное, 99%, уже украинское, так. Ну, Херсон там, понятно, и все. Значит, теперь надо, поэтому, да, и поскольку никто не хочет продолжать вот эту окопную войну в стиле Первой мировой войны, в грязи, в холоде, в окопах, и так далее, пребывать годами, что чем закончилось, потом солдаты пошли выяснять отношения. Они же братались, солдаты, на Первой мировой войне. Ну, сидишь вот там, через 100 метров, Новый год встречали, ходили друг другу пить, офицеров по боку, разлагалась армия. Разлагалась армия. Так, и одна, и другая. Вот. И потом это привело к чему? Вот вам революция 17-го года, февраль 17-го года, 1900, и ноябрь в Германии. Все. Уже в 18-м году, правда. Получили. Так вот, теперь, сейчас все планируют наступление. Путин планирует наступление. Он же говорил, по-моему, у вас, что он был, когда встречался с начальниками, с генералами своими, 15 часов пробыл в этом штабе специальной военной операции. Да, с каждым встретился, поговорил, намекает на то, что будет наступление. Вот, наверное, и Столтенберг именно об этом говорит. И мы будем наступать. А другого выхода нет. Теперь будет, вот в начале этого года, будет вторая мировая война. Наступление, контрнаступление. Большие, моторизованные, при поддержке техники и так далее. Другое дело, что пока я не вижу, что нам хотят давать танки гусичные. Но Франция же заявила там о передаче оплёных танков, поэтому посмотрим, каким образом. Какие? Ну подождите, это колесные танки. Знаете, для чего их, почему они колесные? Потому что они для пустыни. Это для тех военных операций, которые проводит Франция, где? В зоне своих, в зоне своей влияния, в Африке, в пустыне, в Сахарской. А у нас они загрузнут. А? У нас они загрузнут. Конечно загрузнут. Ну поэтому и даёт. Вот так. Они гусичные, зачем им гусичные, зачем им пустыня в Африке гусичные танки? Поэтому у них военная промышленность работает на свои, ну скажем так, театры военных действий. Мали, ЧАД, там где-то ещё, где они участвовали, так, в этих операциях военных. Нам они дают, ну спасибо. Как говорится, дареному коню зубы не глядят, не заглядывают. В хозяйстве пригодится. Да, в хозяйстве пригодится. Но, тут единственное, конечно, единственное, в чём позитив в этом. Не только в том, что это, как бы, ну мобильность увеличена. Потому что это всё-таки, его же не случайно называют танками. Хотя это, ну скорее не танки. Почему? Чтобы немцы, чтобы немцы дали леопарды. Сказали, ну французы же дали. А уже там колёса, или гусеницы, никто разбираться не будет. Но американцы сказали, что абрамсы свои не дадут. Вадим Юрьевич, вы знаете, в завершение нашего разговора я хотел бы очень кратко ещё услышать от вас позицию. Потому что тут господин Гутерриш, он сказал такую фразу о том, что он готов выступить последненько в переговорах, в конфликте в Украине, если об этом попросят обе стороны. Мы понимаем позицию и России, и Украины, в принципе, но какой интерес Гутерриша, чего желает он добиться? Я же думаю, не только Мюнерал, есть какой-то политический здесь момент. Ну давай, во-первых, вы сразу правильно сказали, что-то надо ещё попросили. Пока никто просить не будет. Пока на несколько месяцев наступать, наступать и наступать. Что получится? Каждый верит в свою победу. Так, в этом наступлении. Которое, вот эти наступления, вот это, оно уже способно изменить стратегическую картину войны. Стратегические расклады войны. Оно способно изменить. Это серьёзная вещь. Так, мы должны быть готовы к этому. Поэтому никаких сейчас вот таких уразолихватских, ультра, таких оптимистических, прогнозов, троллинга и так далее. Я понимаю, троллинг очень важную роль играет сегодня. Так, троллить там через твиттер и так далее. Выводить из равновесия врага. Но в принципе, надо к этому отнести серьёзно. Потому что именно вот эти наступления должны изменить стратегическую картину. А там посмотрим. А там уже действительно надо будет думать дальше. Или просто она застынет, эта война. Ну, война вот Ирана и Ирака. 8 лет воевали. 500 тысяч погибших Иран, Иранцев, которых утилизировали молодых, резвых исламистов, чтобы они не внутри там продолжали революцию, а вынести вовне. Ну, и Ирак. Американцы помогали Саддаму техникой, оружием, деньгами для того, чтобы Иран сдерживал. Ослаблял Иран после Иранской революции. Антиамериканская она же была. Она что, была антиамериканской прежде всего. Так, Хамени когда-то. Поэтому, ну, это же всегда революция, они всегда продолжение имеют в войне, переводятся вовне. Вот. Но, 300 тысяч иракцев погибло, 500 тысяч иранцев. И в 1988 году перестали воевать. Сил не было. Техники новой не было. Американцев уже были другие приоритеты. Уже менялся мир, перестройка глобальная, и так далее. Советский Союз там выходил на планы. Вот. Тогда уже Саддам потом, который пошел, начал, после этой поддержки СНС, начал, на Кувейт там смотреть и захотел быть таким ближневосточным Гитлером. И тогда, вы помните, в 91-м году, в 91-м году оккупировал Кувейт. И потом антисаддамская. То есть из союзника, ну, партнера в США превратился в врага. И помним первую бурю пустыни 91-го антисаддамовская, антихусеновская коалиция, антииракская коалиция и так далее. Поменял. Ну, вот так война тоже закончилась. Вот так она закончилась и все. В Корее, как она закончилась? То же самое, Северная и Южная Корея. Все. Никакого мирного договора, никого зафиксировано и все. Ну, я бы не хотел такие сценарии для нас. другого. Так? Ну, в принципе, как бы, можно и сказать, что, может быть, и сил не будут воевать ни у кого. Мы же тоже должны понимать, что мы же воюем и за счет западного тыла, за счет военной техники, которую поставляют, боеприпасов. А мы у них о военном аутсорсинге живой силы тоже, как бы, для них важно. Но они же тут как бы, потому что мы ведем свою войну, а Запад ведет еще и свою войну. Это тоже надо понимать. Я думаю, что мы прекрасно понимаем, поэтому мы, дипломаты наши, послы, держат соответствующие государства для того, чтобы они помогали. Они только думали о своей войне, но и думали еще о нашей войне. Вот. Поэтому, может быть, уже во второй половине там начнутся какие-то, так, реальные, скажем так, разговоры о реальных усилиях по дипломатическому, скажем так. Но чего сказал Гутерриш? А надо возвращать авторитет ООН. Потому что, вообще-то, когда начинаются такие конфликты, то роль ООН должна быть более серьезной. Как в осуждении, так и в поисках примирения. А кто у нас вообще главный сегодня по примиренчеству? По усилиям урегулировать конфликт? Кто у нас сегодня главный? Эрдоган. Арабские Эмираты предлагают, Индия предлагает, Китай предлагает. А где ООН? Мы вообще-то за ООНовский порядок, или мы списываем ООНовский, или уставной международный порядок, который основывается на уставе ООН. Вот поэтому, кстати, ООН прошляпила вот этот период, и возложил, если бы более, с одной стороны, жесткая, а с другой стороны, более прагматическая с точки зрения дипломатии позиция ООН и ее генерального сегментаря Антония Гутиерыша, бывшего премьер-министра Португалии, подчеркиваю, была бы очевидной и публичной, более настойчивой, то, может быть, война не затянулась бы так. Поэтому надо, ООНовский порядок нужно восстанавливать, ну да, возвращать авторитет. Не хорошо, что проснулся? А то получается так, у нас Эрдоган, миротворец, чуть ли не Бен Салман, миротворец Саудовская, ну, Кронпринц Саудовской Аравии, Синдзипин, Синдзипин, кто там еще, а где ООН? Вот и все. Поэтому мне кажется, с этим связано, что проснулся. Друзья, спасибо вам большое за внимание и, конечно же, Вадим Юрьевич, вам огромное спасибо также за ваши ответы для нашего зрителя. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал и также не забывайте найти обязательно в Ютубе Вадим Юрьевич Карасев, его канал, подписаться, также поставить лайки, друзья, поддержать нашу работу ради нашего зрителя и, конечно же, написать вопрос либо же комментарий. Берегите себя и до следующей встречи. Спасибо большое.